Какие твои привычки, какие твои качества помогают тебе достигать успеха? Конечно, тоже хочется перечислить вот эти все банальности, типа пораньше вставать, соблюдать здоровый образ жизни. Это все так. Но то и дело в жизни. Я думаю, что так у каждого человека, она вот так вот идет, идет, идет вперед. Потом раз в какой-то момент, и почему-то проседает. Причин масса. У каждого они свои. Но вот в тот момент, когда вот это проседание происходит, каждый человек по-разному это все переживает. Вот у меня, когда я там, ну я могу так довольно глубоко зайти, на глубину, скажем так, занырнуть, но в этот момент внутри просыпается какой-то, ну вот что-то такое, может быть то, что сформировал я сам внутри себя. Может быть это привито в семье еще было. Ну не буду сейчас это все на гену свалить, хотя может быть и они здесь в стороне остались. Но в какой-то момент появляется интерес. Интерес к чему-то конструктивному. К тому, чтобы там, ну больше следить за собственным тонусом. К тому, чтобы на каких-то результатах сосредоточиться. В общем, сделать так, чтобы было в порядке. И от этого я испытываю тонкое удовольствие. Вот это тонкое удовольствие надо себе нащупать. Я уверен, что каждый, ну самый заядлый неудачник, ну по субъективной его собственной оценке, он себе это ощущает. Другое дело, что чувствует, ну как бы вовлекается ли он в это состояние, вот в этот конструктив, который изнутри как-то светится. У кого-то очень ярко светится, так светится, что он всех других освещает. У кого-то тускленький-тускленький огонечек внутри, который то и дело чуть ярче, чуть меньше начинает светиться. Но он есть, он есть у каждого. Вот это моя безусловная вера. И вот, ну как бы, предопределяет успех только то, насколько человек это способен ощутить, нащупать внутри себя и вовлекаться в этот свет, его усиливая. Когда ты, например, в такой яме, или когда у тебя происходит в жизни неудача или неуспех, и вот ты сейчас рассказал про такие ситуации, из которых ты выходишь, а можешь привести пример этой ситуации, там парочку каких-то очень неуспешных, неудач больших? Ой, есть такие. И, конечно же, это моя кандидатская. Это мой самый большой успех, и это череда моих супер неуспехов, потому что я ее писал практически 7 лет. Я ее, слава тебе, Господи, защитил, но об этом я могу рассказать чуть попозже. Но выходил я на эту защиту не один раз, потому что там закрывался мой совет, потому что я выходил на другие советы, где не очень, скажем так, было корректное отношение вообще к выбранной теме, и к научному руководителю, и, в общем, ко всему-ко всему. И, конечно, это мои первые пробы профессиональной деятельности, потому что вот как три года назад всего я начал заниматься тем делом, где я сейчас строю свою карьеру в сфере психологии. И, конечно, это было погружение с головой. Ну, и как вот иногда рассказывают люди, вот я начал пробовать, и у меня все пошло по накатанной, и у меня все успех с успехом. Вот это не мой случай, увы. У меня, ну, как бы, большая часть, конечно, успехов больше, гораздо больше, но были неудачи, когда я просто выходил из, ну, и там из аудитории, или завершал разговор с человеком, и я думал, ой, куда я иду вообще? Да что это такое? А что я себе там возомнил? Да это же не мое ни разу. Вот такие были случаи. Это связано там с поездками, в командировки, в профильные классы, потому что несколько упражнений тренинговых, и я тогда, ну, или там контакт найти с ребятами не мог. Ну вот, наверное, вот такие несколько самых больших неудач, которые остались в памяти. Неудача, а можешь рассказать про свои самые крупные успехи? Крупные успехи, конечно же, ну, как я уже говорил, это кандидатская диссертанция, которая была... Я тебя поздравляю, я не знала про то, что ты уже защитил. Когда ты ее защитил? Это было в феврале. В феврале? 25 февраля. Причем это было невероятным образом, все происходило, потому что у нас объявляли несколько раз эвакуацию, прямо в процессе защиты. Я был первым аспирантом, я был вторым. И вот завершая тоже защиту первого аспиранта, я уже готовлюсь, мы все на старте. Как заходят люди, ну, с охраны, и говорят о том, что надо эвакуировать совет. У нас буквально 10 минут для того, чтобы защитился аспирант. А я шел к этому 7 лет, и было там множество неудач. Я думаю, ну все, если в этот раз что-то не получится, то я уже больше никогда не возьму за это. Вот признаюсь в таких упаденческих настроениях, ну, слава богу, все это состоялось. И потом, ну, потом еще раз уже, когда я начал защиту, снова стали говорить о том, что эвакуация, видимо, из каких-то звонков. Ну, в общем, не просто успех этот дался мне, но когда я это сделал, я испытал невероятные ощущения. Это, ну, это больше, чем просто завершение какой-то долго тянущейся работы. Это борьба с какими-то силами, которые, которые, наверное, меня учили чему-то. Сейчас очень говорю не по-симптоновски, но тем не менее. Вот так и все. Да, здорово. То есть тогда кандидатская, а еще что-то, можешь привести парочку успехов? А еще, ну, конечно, вот, ну, поначалу я очень сильно этому радовался, и сейчас, так как это стало входить в привычку, сейчас немножко уже замыливается. Но тем не менее, это, опять-таки, вот те самые поиски по Роснефтью, для меня неуспехи, это всегда, конечно, повод задуматься о том, как можно скорректировать свое поведение, о том, как выводы сделать. И это, правда, потрясающее качество. Это, наверное, вот тут один из критериев, секретов успеха, которых я не назвал. Это умение своих неудач делать выводы. Чтобы они были, ну, не чем-то, что, там, подрубает немножко амбиция, а наоборот, чтобы они, ну, если они не каким-то новым топливом были, то, по крайней мере, выставляли переосмыслять деятельность, чтобы они давали гарантию того, что в следующий раз, там, либо подготовка будет тщательнее, либо, там, более тщательный выбор вообще этой деятельности, ну, и так далее. Так вот, когда я ездил по этим, ну, родственникам классам, были такие города, классы, с которыми был настолько качественный рапорт, что я их ощущал с своими, не знаю, с братьями, друзьями. Вот это-то не очень хорошо для психологов, что такое угорание ведет. Но вот я это испытывал, и в этот момент невероятно испытывал кайф от того, что это все получается. А, Вячеслав, мог бы ты поделиться с нашими слушателями, с нашими зрителями своими какими-то целями на ближайший год? Могу, и эта цель – сменить работу. Цель, конечно, может быть не очень вовремя выбранная. Ну, продвижение. Вот я очень в последнее время сильно стал задуматься о масштабе личности. И это, наверное, вот перед тем, как мы сейчас перейдем к обсуждению счастья, да, тема счастья, я бы хотел еще что сказать об успехе, что важно, что тоже можно считать критерием. Это масштаб личности, то, на какое количество людей наша деятельность влияет. Вот я в свое время вел группу, детскую группу по карьерному планированию. И когда я перешел в проект, когда я классным руководителем, мне тогда мой руководитель сказал, что посмотри, какой масштаб ты здесь приобретаешь. Если ты грамотно доносишь свои тезисы до классных руководителей, группа из классных руководителей – 20 человек. Вот, говорит, представь, что за классным руководителем стоит еще 30 человек. Да. Ну, может теперь, да. И представляешь, какой это охват. Я так стал размышлять. Да, блин, а здорово же быть там руководителем такого центра, в котором есть несколько подобных проектов. И, конечно, тогда уже, ну, вот, чем больше звеньев, тем ниже надежность, но, тем не менее, масштаб колоссальный. Вот для меня один из критериев успеха и цель, в том числе, и как на коротковременное, так и на большой период времени – это тот самый масштаб увеличивать, чтобы охватывать большее количество людей. И, конечно же, мое любимое образование, без которого я никак, теперь уже, видимо, в жизни не смогу – это защита магистрской диссертации по психологии, по направлению психолингвистикой. Здорово. Ну, а какие у тебя цели на ближайшие 10 лет? 10 лет, 10 лет – хороший вопрос. Остается, конечно же, написание книги. Остается… Вот я сейчас хочу об этом сказать, но почему-то опасаюсь, но ладно. Скажи, скажи. Наверное, стоит это делать, мне хочется… Я еще проверяю, так, это желание, насколько оно, как бы, истинное. Мне хочется защитить вторую кандидатскую по психологии. Ну, вот если у меня хватит какой-то внутренней, не знаю, дури какой-то, для того, чтобы это все сделать, еще раз пройти через это все, я думаю, что все получится. И сейчас вот ты мог бы поделиться своими топ-рекомендациями, если бы ты 5 топ-рекомендаций дал бы, как быть успешным? Могу. Есть такое, ну, как бы, на самом деле, вот мы сейчас так позитивно все говорим, сейчас, наверное, себе позволю такой немножко отступ в более глубинный, менее радостный, может быть, уровень. Есть такая фраза «momento море» – «помни о смерти». Так вот, каждый раз, мне кажется, необходимо очень-очень осознанно смотреть на собственную жизнь, в том плане, что тебе… Ну, вот есть элементарное упражнение, когда человек чертит линию, и на ней ставит точку, где он сейчас. И это упражнение про то, ну, как бы, про субъективное восприятие длительности своей жизни, и свое положение сейчас. И в этот момент, если человек достаточно вдумчиво это делает, то что-то в голове такое происходит, когда он переосмысляет на самом деле то, что было позади, какие успехи у него были, что его ожидает в будущем. И здесь необходимо, вот я об этом на прошлом интервью нашем говорил, задуматься о профессиональном максимуме. Ну, вот у меня лично это все на профессии ориентировано, поэтому и рекомендация тоже будет с этим связана. И вот этот промежуток определить, где вы сейчас, где-то самый профессиональный максимум. И очень реально соотнести желаемое с желательными возможностями. И здесь может быть некоторый диссонанс, что на самом деле время-то много, а цели не особо-то и амбициозны. И наоборот, цели настолько амбициозны, а время-то на их реализации осталось очень много. И вот если человек достаточно долго, скажем так, это поддержит в голове, и это толк, то я думаю, что это может повлиять на успех. Конечно же, собственное тело. И это и про счастье, и про успех. Потому что тело – это наш самый главный, ну, мы – наш самый главный ресурс жизненный. Сюда относятся и здоровье, и, ну, вот сегодняшняя ситуация это все подтверждает. Сюда относятся тонус, энергия, в которой нам дают это топливо для действия. За этим всем надо, конечно же, следить. И следить за собственной самооценкой. Ну, вот, да, топ-5 же, да, было? Вот четвертое – это следить за собственной самооценкой. Каждый раз я задаваю этот вопрос – а почему не больше? Что такое, что такого меня останавливает? Почему именно так? И пятое – быть честным. Быть честным самим собой, признаваться в тех мотивах, которые влияют на человека. Да, может быть, это не очень мне приятно осознавать, что я такой, что я к этому стремлюсь, и для меня это работает. Но, блин, если мы это не сделаем, значит, мы, ну, как бы, не будем числить перед собой, мы просто не будем использовать те мощнейшие ресурсы, которые внутри нас заложат. Ну, вот, вот такой топ-5 рекомендаций.